После вспышки коронавируса жители Евросоюза стали гораздо меньше путешествовать. В результате остались почти без дела туристические фирмы. Особенно тяжёлая ситуация для них в Бельгии. Это брюссельское бюро обычно очень загружено накануне февральских каникул. В это время года многие семьи заказывают и летний отдых. Представитель материнской фирмы сообщил, что пандемия привела к закрытию 20% её бюро и сокращению трети персонала. «С 15 марта прошлого года мы не продали ни одной путёвки», — сказал Фрэнк Бостилс. Бизнес упал примерно на 88%. В обычное время количество путешественников составляет 180 тысяч человек ежегодно. За последний год у нас не было новых заказов. Тем временем бельгийские власти ужесточают карантинные меры, чтобы не разносить инфекцию, ещё более осложняя возможности путешествий. С другой стороны, налажено тестирование. Люди привыкли носить маски. Им помогают соблюдать дистанцию, дезинфицироваться. Туроператоры считают, что их также можно было бы защищать и в пути, и на курортах. «По нашему мнению, можно было бы позволить людям организованно путешествовать, если бы были приняты достаточные меры», — продолжал представитель турфирмы. «Нашему сожалению, спустя примерно год после начала пандемии, по сути, ничего не было сделано, чтобы поездки были безопасными сегодня». На видеоконференции в четверг лидеры Евросоюза решили настоятельно отговаривать население от несущественных поездок. Тем самым они дали странам-членам «зелёный свет» на дальнейшее ограничение туризма. Правительство Бельгии намерено наказывать людей за попытки пересечь её границу без веских причин. Им придётся отдыхать дома. Редактор субтитров А.Семкин